Добрый день, у нас опять пятница и опять день покупок на выходные. Теперь у нас три дня выходных, благо праздники, 8 марта, если я не ошибаюсь, вы надеясь. У нас сегодня все на работе поздравляют и вообще все женщины идут с цветами, так что уже чувствуется ощущение праздника. Хотя никаких сокращенных рабочих дней у нас от такого не положено. Ладно, неважно. Итак, мы с Вероникой пересеклись, с Вероникой ездила по делам и мы с ней вместе зашли в магазин, поэтому она мне помогала тащить все эти тяжести и она выбирала кое-что для себя. Вот она выбрала такие вот кексики мягкие, это на себе, видимо, для завтраков. Тортинки, 15 штук кексиков, там, по-моему, внутри клубничный джем. Сколько там? 102 рубля, это вот эту вот упаковочку кексиков. Вот такие вот школьные завтраки. Дальше, что у нас еще? Обычно это я взял немножко просто колбаски на закуску уже порезанной. Это 84 рубля. Колбаса называется Бородинская, производитель тут не указал. Ну ладно. Вот такая колбаса идет 540 рублей за килограмм и это недорого, потому что у нас почему-то перекрестки, я посмотрел, что вареной колбасы дешевле 500 рублей за килограмм, что просто физически нет. Все очень сильно дорожает. Так что, ну это так, не много. Мы вообще колбасу едим не очень много. Это стандартные творожки а-ля Чудо. Почем у нас сейчас Чудо стало? А, Чудо, 30 рублей. 30 рублей 90 копейку, 31 рубль на самом деле. Такие вот разные творожки Чудо. Они внизу с джемом, в принципе они неплохие, но мне кажется, что они все-таки синтетические. А вкуса творога там нет, это скорее такой вот мусс. Хотя нет, состав написано творог, сливки и так далее и тому подобное. Ну, вот такие вот. Но у меня подозрительно только то, что там очень долгий срок хранения. Вот видите, они практически чуть ли не 2 месяца, а там 1,5 месяца. Чем больше срок хранения, тем меньше там натуральности. Я так себе представляю. Так, сметана. Сметана это для сырников, сырники будут потом. Сметана там 50 с чем-то рублей, там цена не сильно меняется, по-моему. Так, Вероника потянула себе вот такого соуса. Она любительница соусов. У меня еще такое впечатление, что у нас в холодильнике лежит много разных соусов. Начатых, начатых, начатых. Это Вероника то один пробует, то другой. Ну, вот такое. Ну, это, конечно, этот самый на любителя. Так, моя любимая водичка. Архиз лимонный, только в этом магазине. Ладно, рекламу не буду давать, но мне она вот нравится. Лучше, чем любой какой-то обычный архиз и все тому подобное. Хотя, в принципе, наверное, в обычный можно добавить лимонный сок. У нас есть такой в бутылочке, там сок выжатых, сколько там, 50 лимонов, что-то такое. То есть, можно получить, наверное, такой же результат. А, говяжья вырезка, что я отберу в том магазине, идет. Она у нас сейчас по 600, 599 рублей за килограмм. 600 рублей за килограмм. Я не помню, вот неделю назад, по-моему, цена была примерно такая же. Пока не подорожала, хотя это уже достаточно недешево, я бы сказал. Но в любом случае, там говядина дешевле. Вот я вот посмотрел, вот если брать другую говядину, дешевле, чем 450 рублей, в принципе, ничего нет. Но свинина чуть дешевле, да, свинина, там, ну, условно говоря, 300, 300 с чем-то, да, начинается. А на говядину цена стартует от 425, по-моему, рублей. Вот так вот, дешевле нет ничего, а вот вырезка стоит 600. Вот так вот. Так. Сейчас будет вторая серия, она просто во втором пакете. Это наше праздничное вино с 8 марта. Вот такой вот медок. Ну, он единственное, что он по нынешним временам подозрительно дешевый, 389 рублей. Ну, в прошлый раз мы не пили, вроде ничего, хотя я, конечно, не специалист по вино. Вот так. Теперь это выбирала пирамика. Она захотела на 8 марта киевский тортик. Вот такой вот торт ручной работы. Это фирма Мирель. Торты очень существенно подорожали. Вот этот вот торт стоит 454 рубля, это 800 грамм, это даже на килограмм. Ну, вот так вот. Выглядит симпатично. Так. Это блинчики. Не ругайтесь, это было... На завтрак очень быстро разогревается. Это у нас Андрюша и Вероника, они любят блинчики. В данный момент это с ветчиной сыром. С ветчиной сыром и по 400 рублей за килограмм. Вот это вот 200 рублей. 6 блинчиков, это нам на все эти длинные выходные хватит детям. Вот. Это такой вот хлебушек с чесноком. Хлеб луковый называется 3650. Это Вероника ступенула. Мне захотелось. Я как-то равнодушен к хлебу, поэтому я от хлеба на это даже не захожу. Ну, вот так вот. Так, это мой любимый сыр. Вот такая упаковочка стоит 76 рублей. И, в принципе, это довольно недорого, я считаю, по нынешним ценам на сыр. Сыры там у нас вообще, я смотрю, 600 рублей за килограмм лежат в основном. А это вот так вот на закуску, к тому же вину. В общем, да. Вот так вот. Классно идет. Очень хорошо идет, между прочим. Вот. Поэтому, да. Я стал такие две упаковки. Это про запасы опять. На неделю хватит. Сырники готовы. Это нам на завтрак. Дети завтракают блинчиками. Мы завтракаем сырниками готовыми опять. Тост разогрел. Вот. Сырники 344 рублей за килограмм. Сырники сметанка была для сырников в предыдущем пакете. Вот. Что еще? А, остался только йогурт. Мне он очень понравился. Он мне немножко перевернулся. Вот такой вот йогурт. Он очень интересный тем, что... Значит, стоит эта вот штука 54 рубля. И мне он очень понравился. Он, видите, вот такой вот жидкий. А внизу начинка. Вот данная начинка здесь, вот, по-моему, да, груша-яблоко. Вот груша-яблоко. Вот это вот мюсли. И последний вариант. Ну, извините, он немножко перевернулся. Я пока его тащил. Это брусник. Вообще начинка она потом на дне. И мне очень нравится, что это делает у нас... Это называется царка, царская капля. Судогорский молочный завод. Владимирская область. Владимирская область. Вот такие вот у нас йогурты. Мне очень нравится, потому что он сам не жирный. Это 3,5%. Очень-очень не жирный. И он не сладкий, да. И вот это вот мне напоминает классические такие вот йогурты, которые мы ели, я не помню, то ли в Испании, то ли в Италии. Который просто вот там стоит такая красивая кастрюлька. Кастрюлька такая стеклянная. И его берешь прямо черпачком в чашку наливаешь. И вот сверху добавляешь или варенье, или мюсли. Вот это мне очень сильно напоминает. И больше ни в каком магазине тоже такого нет. Поэтому я тоже купил себе небольшой запас. Ну, такие вот йогурты по 54 рубля. Ну, в общем-то, это все. С наступающими праздниками. Всем, женщин. Всем дам. Поздравляю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!